В следующий раз, когда будешь серфить Google Play или Apple Store в поисках чего-нибудь интересного, обязательно обрати свое внимание на Brave Land Battles Hero. Игру, в которой можно пошагово планировать свою стратегию, играть с друзьями в дуэлях, а также проходить кампанию в офлайн-режиме без доступа в интернет. Да-да, я знаю, что это тебе напоминает. Именно ностальгия и прогресс сделали эту игру захватывающей и интересной уже в наше время. Старенький Pentium 3 остался позади, поэтому если у тебя iPhone, iPad или телефон с системой Android, скачивай RPG-стратегию и наслаждайся красочной графикой и увлекательно продуманной атмосферной музыкой. Советуем к скачиванию, ссылки в описании. Для чего встретились Губ и Ресторатор? Кизару на России 1 хейтит фейса и говорит о влиянии на молодежь. Рики Эв показал клип из будущего. На площадке 140 BPM участники слова СПБ выясняют, кто же лучше. Ларин в свои 30 лет решил продолжать делать рэп. Словецкий представил новый альбом. Вы смотрите Рэп Ньюс. Меня зовут Игорь Еремин. И это последний новостной выпуск. В этом году, конечно же. Теперь ждите наших топов с подведением итогов. А вот новости уже в январе следующего года. Так что поздравляю вас всех с наступающим новым 2018 годом. И начинаем выпуск мы с эксклюзивчика от сурового минского рэпера. Поехали! Ресторатор наконец-то встретился с Гуфом. И заставил, ну или вежливо попросил подписать договор, где прописаны все условия их баттла с Птахой. Так как одному весь придется заплатить 2 миллиона, а другому один. Просто так Александр не хочет раскидываться деньгами. И, конечно же, нужны гарантии. Вот и все. Осталось дождаться февраля. И все мы увидим битву дву друзей из олдскульной школы русского рэпа. Ух, жаришка намечается. Мне терять нехуй, наматывай. Тебе, в принципе, после трека стимулировать терять особо нехуй. Поэтому я тебе хочу сказать то, что я буду максимально зло и жестко выдавать все, что я могу. Все, что я могу. А запомню я, не запомню, это похуя. Даже то, что я написал, если с листочком прочту, тебе уже пизда. Ну, на канале «Культура» все-таки он работает. Он хороший, интересный. Мне интересно его смотреть, когда время есть. Я включаю именно канал «Культура». С трибуны Госдумы упомяну обязательно антихайп. Кстати говоря, мне кажется, что слово антихайп в данном случае очень важное. Телевидение хочет заманить к себе молодых зрителей. А через рэп это сделать проще всего. Вот и на сей раз «Россия-1» подготовила репортаж о рэперах. И сделали это журналисты канала на удивление профессионально. Когда жанр баттлов только появился в России, рэперы в основном оскорбляли один другого, унижая любимых людей. Но сегодня это уже зашквар. На местном сленге «позор». Настоящая претензия – это найти в творчестве оппонента слабые места. Но все так идеально пройти не могло. И такой рэпер, как Кизару, дождал небольшое интервью, где, естественно, не мог не упомянуть Фейса. Сейчас он уже чересчур зациклился на творчестве 20-летнего исполнителя и заговорил о влиянии рэпера на молодежь. Это влияние на молодежь. Молодежь слушает, некоторые ему верят, некоторые прислушиваются к его словам. В большинстве случаев это маленькие дети. То есть, то, что подает Кизару в 28 лет, только не в стебной форме, а с серьезным лицом, никого не смущает. И мы ни в коем случае не оправдываем Фейса, но ведь Кизару частенько читает на похожие темы, только оправдывает с тем, что он якобы тру. Так, о каком влиянии на молодежь можно говорить? Да, сука, я вышел из недорадской темноты, мне нужна хорошая трава и кеды. Иногда я думаю, что плохой человек продал кому-то очередной пакет. Забавно то, что Олег любит всех обсуждать, но где у него та музыка, которая, как он говорит, оказывала бы положительное влияние на молодежь? Нет ее? Нет. Главный гострайтер в Сиаруси Геннадий Рики Ф, где Ф это подписывайтесь на рэп-ньюс в Телеграм, в Инстаграм, в Твиттере, кстати, еще... О чем это я? А, Ригеннадий Рики Ф снова на наших экранах и своей новой работой он закрепляет статус киберпанк-ублюдка. Шучу, шучу. Но делал бы он так раньше, то его бы взяли в какой-нибудь закат, а почему бы и нет? Мегаполис не спит, покидая свой дом в паре въебанных кет, кет. Под ногами гранит мы не видели вновь где-то пару недель свет. Забывая взрослеть, навсегда молодой, будто Дориан Грей, эй. Тот, как и ночные трек на земле тормоза не оставит свой след, нет. Если последний его клип на трек «Тути Фрути» вышел немного слащавым, и многие ждали баттлового реки Ф, то новая Москва уже на голову выше, и Геннадий пытается использовать весь свой бэкграунд рэпера, дабы удивить зрителя, а не просто удариться в клубняк. Город контраста, встреть бела дня, дорогу на красный. Мегаполис, как долбанный элеватор, тебя либо опустили, либо подняли на смех, передвигаясь семимильными шагами, но я помню, как заставляло белокаменно я дрожать от холода в бетонном капкане, но теперь мы заставляем дрожать ее под ногами. Что же о самом клипе? Все стильно, молодежно, но почему такое качество картинки? Мы про вот эти вот пиксели, которые создают впечатление, что стоит 360, а не 1080. Ну завязывайте с этим, нормально дорабатывайте, ведь все мы прекрасно понимаем, что ютуб кушает качество, но не настолько же. Эх, к черту негатив, Новый год уж на носу, реки Ф не стоит на месте, и он один из того малого количества рэперов, кто перенес свой хайп из баттлов в творчество. Вот у того же Хэви не получилось этого сделать, хотя припев он выдал неплохой. Организаторы площадки 140 BPM пока молчат о финальной встрече сезона, но порадовать баттлом в воскресенье они не забыли. Домашний против Корифея, и если домашнего многие из вас знают по баттлам нарвать на витах и участию на том же слово СПБ, то о Корифеи многие забыли. А ведь это именно он добрался до финала второго сезона слова СПБ и проиграл обалбиску. Тогда, можно сказать, был пик его небольшой славы, но теперь 140 BPM можно считать полноценным, очень достойным камбэком. Новый клуб выдающихся джентльменов проглотит хуй, ведь напротив мать его вермахт. Грайм очки, свитшоты, тупое погоняло, монотонный флоу и слабинного капуляра. Отбичка, ебланы, видок пидораса, что неделю завязки. Огромные дилды, перебеги на битье, вазилины, невнятные пляски. Строка про футболы, панч по мемам, вот и весь твой блядь на борт джентльмена. Мы помним о его грайм-клэше против Сина, но сейчас корифея будет очень много. Уж поверьте, а как выступил домашний? Ну, неплохо. Хотя на фоне оппонента немного не дожал. Да и вообще победитель данного баттла какой-то парень из толпы. Кто был нарвать на битах, тот слышал это горе фекалий. Тебя бодлит двое, но танк и шоун, что не четверо, как на втором сезоне. В альфа-баре домашний до 40, это так нелепо, как по сотов ММА. Как по фантер на бите, как Монтана без вещей, как Галат без лещей. Гоукил, они же кингсты, да впизду их. Тиму не порно же ни разу чем-то хуем. Местами домашние наполнены дебила. Правда иногда и тянет на лесбуху, а не на Гоукилла. Если корифей похож на лойка, то ты вылит и петрила. НКВД, 140. Блогеры лезут к нам в рэп. Лицемерные мгази. Пожалуй, данное выражение уже не актуально, так как рамки между всем этим размыты. И рэп сейчас просто везде. Практически любой блогер, артист или обычный человек пытается донести свои мысли до людей через музыку. А зачастую этой музыкой является рэп. Почему это я? Дмитрий Ларин выпустил новый клип на композицию 30 лет. И все не так плохо, как мы думали. Это место лайфхак, без секси, майнфакт. Плачешь за кайф, и ловишь факкап. Тут любовь под запретом, словно майн кампф. У вас классный кабак, но мешает пугарать тот пьяный мудак, что пьет шот-шот-шот. Тупо и быстро, лучше шот-шот-шот. Уж до видеоработы не докопаться. Необычно и качественно. А вот что по композиции... Эх, видно, конечно, что блогер вырос в данном направлении, но можно же было подойти так же профессионально, как и к клипу. Взяв с собой на студию человека, который знает, как сделать так, чтобы песня звучала. Или Дмитрию просто, ну, не дано. Тяжело об этом рассуждать, но его старания отчетливо видны. Как минимум, в текстах появилась искренность. Ларину совсем недавно исполнилось 30 лет, и сам факт юбилея, видимо, не мог не заставить его сделать что-то подобное. Ну, а мы все редакции поздравляем еще и Ларина с его юбилеем. 23, я на шаг от 30, на часах 23, я на шаг от 30, не найди моих фейлов в инсте. Юность умерла до соцсетей, бывшим наделали детей. Как я рад, что не встрял в этот ад все никак у людей. Участник лейбла Газгольдер, исполнитель Словецкий, представил новый альбом. А, вы не знаете, кто это? Ну, а что, по-любому слышали его фиты. Вспомнили? Ну вот, исполнитель давненько не радовал слушателей и выпустил релиз из 14 треков, который, возможно, и найдет новую аудиторию, сохранив старую. Как это выяснить? Покажет время. На этом все. Подписывайтесь на наш официальный паблик в ВК, заказывайте рекламу своего творчества и получайте отличнейшую отдачу. Ссылку я оставлю в описании. Встретимся в следующем году. Точнее, и в этом еще встретимся, но немного в ином формате. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok